Венсполс последние годы приобретает славу как город с дружественной велосипедистом средой. К услугам велолюбителей 40 километров качественных велодорожек, а припарковать своего железного коня можно у специально оборудованных велодержателей. Вопрос о достаточном количестве мест парковки велосипедов начал решаться в конце прошлого года в рамках проекта развития велотуризма Венсполс. В результате в городе были установлены первые велодержатели в количестве 180 штук. Уже тогда в городе появились новые велодержатели в форме сердечек. Такие держатели редко, где можно увидеть. Это индивидуальный подход. В этом году мы продолжили, проанализировали, в каких местах Венсполса необходимо еще установить. Отдел архитектуры и градостроительства Венсполской городской думы выбрал виды новых велодержателей. Места для установки новых велодержателей продуманы, а сами объекты органично вписаны в городскую среду. Всем нужно одно – оставить велосипед в надежном месте. Форму подбирали соответственно цели. Например, возле детских садов – держатели в виде мультипликационных героев, таких как Микки Маус. Возле Олимпийского центра – в виде разноцветных колец, символизирующих Олимпийские кольца. В этом году установили еще 440 штук, и на данный момент общее число велодержателей достигло 620. Венсполчанам и гостям городом нравится интересное решение мест парковки велосипедов, и они стараются обращаться с велодержателями бережно. Ну а если инвентарь все же будет испорчен, неполадки незамедлительно будут устранены. Как и все городское оснащение, иногда ломается, и, конечно, мы ремонтируем, приводим в порядок. Но люди понимают, что это не просто декоративные объекты, а велодержатели. Многие начали их использовать. Дети ездят в школу на велосипедах и оставляют их у держателей. Несмотря на приход зимы, и сейчас люди продолжают передвигаться на велосипедах. Так что велодержатели не пустуют и в это время года. Юлия Костенко, Гита Мартинсона, Андрей Кулыгин, Инс Жознич, Курзамское телевидение.